Новости из США. Вторник, 21 января 2020 года. Сводка новостей Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Судебный процесс Трампа. Сейчас 22.38 по времени восточного побережья США. С 13 часов уже в течение почти 10 часов продолжается судебное заседание в Сенате. В течение всего дня обсуждается резолюция о процедуре судебного процесса. В последний момент, во вторник утром, лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл внес рукописные поправки в проект резолюции, распространенный им в понедельник вечером. МакКоннелл согласился вернуться к первоначальному плану, давать по 8 часов в день для аргументов представителям вины и защиты, таким образом давая по 3, а не по 2 дня каждой из сторон. Проект резолюции предполагает решение вопроса о вызове свидетелей требований предоставления документов только после предоставления сторонами аргументов и ответов на вопросы сенаторов. Лидер демократа в Сенате Чак Шумер предложил целый ряд поправок к резолюции, требующих вызову повестки свидетелей и предоставления документов исполнительной властью. Согласно регламенту, на обсуждение каждой поправки отводится 2 часа. По часу предоставляется сторонам вины и защиты. Менеджеры процесса из палаты представителей очень тщательно подготовились к отстаиванию своих позиций о необходимости вызова свидетелей и предоставления администрации документов. Они всесторонне и во всех деталях с демонстрацией в виде фрагментов в служении по импичменту в палате представителей и опираясь на официальную переписку между чиновниками, которую Белый дом вынужден был опубликовать на основе закона о свободе информации, показывают. Президент незаконно остановил военную помощь Украине для получения личной политической выгоды, для вымогательства Украины фейковых расследований с целью дискредитации политического соперника на выборах. Президент вовлек в осуществление этой операции целый ряд своих сотрудников. «Наш союзник, отражающий российскую агрессию, был лишен нашей помощи. Это действие в пользу Путина. Это не только о безопасности Украины, это о нашей безопасности. Украина воюет с Россией, являющейся нашим противником». Эти заявления звучат из уст менеджеров прокуроров из палаты представителей, слаженной командой которой руководит председатель комитета по разведке Адам Шеф. Защита Трампа оказалась абсолютно не готовой к дебатам в таком формате. Будучи не в состоянии представить ни одного реального аргумента против вызова свидетелей и предоставления администрации документов, адвоката президента повторяют почти как заклинание. «Президент не сделал ничего противозаконного. Импичмент начать незаконно. Палата представителей плохо подготовилась к процессу. Это была ее обязанность вызывать свидетелей и требовать документы. Украина даже не заметила, что военная помощь была остановлена. Мы ждем начала процесса, а противоположная сторона тянет время». Об уровне готовности сторон к дебатам говорит то, что стол, за которым сидят менеджеры прокуроры от палаты представителей, заполнен документами, а стол, за которым сидят адвокаты Трампа, почти пуст. Адвокаты президента не используют даже полностью свое время, частное обсуждение каждой поправки, поскольку им, очевидно, нечего сказать по существу. Менеджеры прокурора от палаты представителей очень эффективно используют свое время, не только представляя аргументы в поддержку предложенных Чаком Шумером поправок, но и отвечают на неубедительные выступления защитников президента. Обсуждение каждой поправки заканчивается предложением лидера республиканского большинства МакКоннелла отклонить ее. За этим предложением следует голосование, заканчивающееся по каждой из поправок одинаково, принятием предложения МакКоннелла с результатом 53 на 47, строго по партийной границе, подчеркивающий глубочайший раскол страны. 53 сувликанским сенаторам ненужны свидетели и ненужные документы. До сих пор 53 сувликанских сенатора отклонили 6 поправок резолюции. 1. О повестке Белому дому с требованием предоставления документов, относящихся к предмету судебного разбирательства. 2. О повестке Госдепартаменту с требованием предоставления документов, относящихся к предмету судебного разбирательства. 3. О повестке бюджетному офису Белого дома с требованием предоставления всех документов, касающихся остановки военной помощи Украине. 4. О повестке с требованием дать показания Мику Малвении, исполняющему обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома и директора бюджетного офиса Белого дома, отдавшего по поручению Трампа на испоряжение об остановке военной помощи Украине. 5. О повестке Министерства обороны с требованием предоставления всех документов, касающихся остановки военной помощи Украине. 6. О повестке с требованием дать показания высокопоставленным сотрудникам бюджетного офиса Белого дома Майкла Даффи и Роберта Бернсу, исполняющим поручение об остановке военной помощи Украине. Сейчас 23.41 и после короткого перерыва началось обсуждение седьмой поправки демократов. Упреждаю вопрос, зачем все это нужно, если республиканские сенаторы жили за бетонной стеной, встали на защиту Трампа, отвечу. Все это показывать непрерывно, в прямом эфире, все основные телеканалы транслируют радио, идет трансляция в интернете. 3.11. В США выборы. И очень хорошо будет, если у как можно большего числа избирателей появится всесторонняя информация о том, в каком мире они живут и повод для размышлений. Апдейт. Только что час ночи в среде в Вашингтоне республиканцы отклонили 53 к 47 поправку о вызове повесткой бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в качестве свидетеля. Это уже восьмая поправка, отклоненная республиканцами. Апдейт. Апдейт. Республиканцы отклонили все 11 поправок, предложенных демократными голосованиями, строк по партийной границе 53 на 47. Лишь за одну из поправок, чтобы каждый из сторон получил не 24 часа, а 41 час, как во время процесса Клинтона на письменные ответы, проголосовала сенатор Коллинз, единственный республиканский сенатор, осмелившийся пойти хотя бы по одному вопросу против своей партии. Эта поправка была отклонена, соответственно, голосованием 52 на 48. Завершая почти 13-часовые дебаты, Сенат принял резолюцию, определяющую регламент процесса, составленную лидером республиканцев МакКоннеллом, голосованием строго по партийной границе 53 к 47. В среду в 13 часов по времени восточного побережья процесс продолжится. Стороны обвинения начнут представлять свои дыру аргумента. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Сводку новостей Игоря Изенберга читал Юрий Рашкин.